Друзья, всем привет! У меня за спиной находится много игрушек для приточников. Это присоски. В последнее время мы постоянно работаем с присосками, тестируем много чего, и, соответственно, всегда мне задают вопросы, какие присоски лучше, в общем-то, что купить и так далее. Мы подробный обзор делать не будем, потому что он займет приблизительно час, но вкратце по всему пробежимся. То есть я что-то уже показывал в своих видео, что-то будет в новинку, и поэтому мы уже более подробно остановимся именно на новинках. Также я расскажу про цены. Несмотря на то, что они сейчас у нас каждым днем скачут, будет все равно понятно, что вот это вот дешевле, вот это вот дороже, да? И, соответственно, поговорим про качество, как оно выглядит. Здесь сейчас все будем наглядно раскладывать, вы усаживайтесь поудобнее, ну а я начинаю. Итак, начнем с самого простого, но и здесь тоже есть интересные новинки. Вот эти присоски у нас от BeHui, эти от DLT. Ну, это Shijing, то есть вот по символике видно. По ценам BeHui чуть-чуть дороже, чем Shijing, примерно 25%, но каких-то особых отличий нет. Хотя в целом, да, они приятнее сидят в руке, у них приятнее вот эти вот флажки, более мягкие. Ну и опять же, если кто-то считает, что за это переплачивать нужно, а большинство так считает, это их право, то, конечно же, вот эти все-таки получше. Но у DLT сейчас идут вот такие вот, помимо обычных присосок, есть интересные дополнительные инструменты, которые очень помогают при работе с крупным форматом. Давайте по порядку. В общем, эти присоски я уже показывал, поэтому просто пробегаемся. То есть, сейчас вот так у нас будет плитка для примера. То есть, просто прикладываем. Все. Соответственно, тройная тоже самое. И немножко рекомендации от себя. Дело в том, что такими присосками двойными и тройными обычными я проработал в районе где-то года, может быть полтора. И в целом могу сказать смело, что для крупного формата, начиная от плитки 120 на 60, лучше всего иметь тройную присоску. Потому что здесь, когда у нас ослабляет, ну, если произойдет так, что присоска вот эта ослабнет одна, то, скорее всего, большая вероятность, что вторая тоже отлетит. А с тройной, с тройной такого эффекта нет. То есть, если отлетит одна, то на двух она будет держаться. То есть, для гладкой плитки самый, я считаю, хороший выбор, потому что немногим нравятся вакуумные присоски из-за того, что их надо долго накачивать. Но это немножко другой инструмент. И тем более, если вы начинаете, самое-самое нормальное, я считаю, это взять комплект вот таких присосок и вот таких, и вам хватит, в принципе, на большинство работы. Дальше. То есть, у нас, у ДЛТ. Кстати, они даже помягче, помягче одеваются. То есть, как я и сказал, что единственные флажки более такие дубовые. Но в целом, кстати, тоже... Нет, реально, кстати, да, то же самое, по сути. Только немножко они не такие. Плюс сделаны... Да нет, то же самое, по сути, по мне. То есть, я видел дешевые... Ну, я работал прям очень дешевыми присосками по 500 рублей. Это действительно немножко другое. Одинарные присоски, кстати, раньше всегда думал, зачем вообще они нужны. Как бы бесполезно. Но, во-первых, можно работать одной рукой, когда необходимо нам какой-то небольшой формат укладывать. Ну, и второй момент, это открывать лючки. Есть такие лючки, которые открываются раз в жизни. Соответственно, люк туда покупать нецелесообразно. Ну, и плюс какая-то там нестандартная форма, где такой люк еще не найдешь. Делают люки из плитки. Кто занимается плиткой, они прекрасно понимают, о чем я говорю. И многие прям заказчикам вставляют такую присоску. Стоит она вообще недорого. В общем, из одинарных я считаю, что просто и недорого. Так, ну и вот подобрались к самому интересному. Присоска для того, чтобы стягивать углы 45 градусов. То есть, когда мы укладываем плитку, она стремится вот так вот у нас углами упереться, а центр не сходится. Соответственно, мы начинаем как-то сдавливать руками. Раньше мы с моим помощником, он сдавливает, я натягиваю скотч, в общем-то, потом еще раз сдавливаем. Здесь это все элементарно. Монтируем присоску. С помощью вот этих вот мягких накладок прикручиваем и стягиваем угол. Дальше можно или присоску оставить, либо зафиксировать, допустим, скотчем. На гладкой плитке такие присоски могут даже несколько суток держаться. Ничего с ними не будет. Поэтому имейте 2-3 присоски. Если у кого-то их много, именно такого плана, то можно смело оставить и идти домой. Я попозже куда-нибудь себе, может быть, сейчас смонтирую, чтобы более наглядно показать. Ну и вот такая вот тоже присосочка на первый вид. На первый взгляд она кажется обычной, но здесь фишка у нас в том, что вот есть такая шкала. И когда мы 2 крупноформатные плитки укладываем на пол, очень часто бывает невозможно ее стянуть между собой. То есть мы хотим, допустим, там вставить крестик, она разъезжается. Очень классная. Я, кстати, даже одно время хотел такую самоделку сделать, но вот китайцы меня опередили. То есть когда мы смонтировали ее, во-первых, мы можем утопить один край у плитки, когда у нас плитка тоже не в плоскости находится. То есть она как бы такая универсальная получается. Потому что если бы она только стягивала, ну, немножко был бы недодуманный инструмент. И вот, соответственно, когда мы начинаем крутить, сейчас она отщелкнется, наверное, но она и не крутится, потому что ей некуда просто сужаться, плитка начинает сходиться. И если у нас есть перепады небольшие, то мы с помощью вот этих вот винтиков мы можем все это усадить как нам нужно. Кстати, по поводу тоже СВПшек многие заблуждаются. Если мы просто возьмем там СВП и начнем стягивать вот эти вот бугорки между плитками на крупном формате, особенно на толстой плитке, у нас ничего не выйдет. То есть СВП немножко потянет ее, и все. А здесь вот, когда мы точечно можем нажимать на вот этот бугорок, здесь как раз-таки результат будет 100%. Ну, это понятно. В общем-то, вот такие вот новинки у нас именно по простым присоскам. Сейчас я озвучу цены на все. И вот эту более так нет. Вот эту угловую более подробно покажу. Итак, по ценам сразу хочу сказать, что примерно одно гнездо у всех таких присосок на 40 килограмм. Соответственно, примерно это 40, 80, 120. Ну, не 120, а 110. Я говорю, поэтому примерно. То есть рассчитывайте на то, что это где-то 40. Вот эти стягивающие присоски получаются по 2320 рублей, одинарная 930 рублей, двойная 1550, дальше у нас пошел бихуй, двойная 1950, ну, как я и сказал, на 25% дороже, и тройная 2460. Давайте по поводу угловых присосок. Представляем, что у нас свежая плитка. Монтируем присоски. И дальше, допустим, где у нас расходится плитка. На этой плитке, кстати, это было очень много, очень много таких моментов. Вот подкручиваем. Соответственно, она упирается. После того, как мы уже добились того шва, который мы хотим сделать, уже натягиваем малярный скотч. Малярный скотч обычно натягиваем 2-3 слоя, чтобы он не растягивался. С тонкой плиткой, в принципе, все элементарно. То есть буквально пальцами надавили, свели. С толстым керамогранитом это очень сложно. К примеру, сейчас даже покажу. Вот здесь вот, да, было очень сложно это сделать. Вот эту плитку выгнуть. И приходилось ее изначально, сначала ее поклеить. Ну и здесь, как вы понимаете, нельзя использовать присоску, потому что очень маленькая плитка. Но здесь она и не нужна. То есть мы сначала поклеили эту сторону, а эта тонкая полоска, несмотря на то, что она толстая плитка, мы просто элементарно прижали, и она выровнялась. То есть поэтому есть цель использовать такие присоски, только вот мы уже на таких вот откосах. Там действительно это будет хорошо работать. У нас, кстати, скоро будет объект интересный, по крупному формату. Я думаю, что вот мы все это прям будем там показывать наглядно. Итак, дальше, наверное, у нас самое интересное, и самое сейчас, которое больше всего востребовано, это присоски вакуумные. Здесь я уже немножко, чтобы ускорить процесс, расположил их, начиная с самой дешевой, и заканчивая с самой дорогой. Сейчас общие черты. Все эти присоски приблизительно рассчитаны на 110 кг, там плюс-минус. Все, естественно, написано в описании, поэтому не будем тратить на это время. Следующий момент, основные отличия. Есть металлические присоски, есть корпус из хорошего ударостойкого пластика. Мое мнение, в принципе, ну, это не играет какой-то критической роли. То есть, мне что железные нравятся, что пластиковые. Следующий момент. Есть у Bihui еще такие же с манометром, но, как бы, я сейчас с манометром вот только одну вот эту 610 присоску взял, и, на мой взгляд, они вообще самые прогрессивные. Даже, видите, она стоит первая в списке по цене, то есть, она стоит недорого. Плюс, из всех вот этих присосок, несмотря на то, что, к примеру, вот эта присоска стоит в два раза практически дешевле, чем вот эта, а внешне они очень похожи, в принципе, практически одно и то же. Данная присоска действительно предназначена для текстурной плитки. Мы в конце видео сейчас все это наглядно рассмотрим. Дальше, следующие особенности. Да, есть присоски вот у нас с такими. Это самые простые, ну, естественно, самые дешевые. И есть с двойной резиной. То есть, когда у нас вот такая есть. Допустим, если сильно текстурированная плитка, вот, к примеру, обратная сторона, задней плиткой, да, ни одна присоска к ней не клеится. Для таких поверхностей, если сильная прям какая-то у нас рифленая поверхность, используется, по-моему, крабы или крага, как это называется. Это присоски, которые накачиваются, там они, в общем-то, электрические. Но в целом, я, допустим, не вижу для какой-то своей работы их применения. Если в дальнейшем они понадобятся мне, естественно, я их приобрету, наверное, и для себя, и на продажу тоже. Поэтому самый ходовняк все-таки у нас это вот эти вот присоски. Все они идут в кейсах, плюс-минус кейсы одинаковые. Ну, только, наверное, у них хоть чуть-чуть получше. Получше в том плане, что они как-то посолиднее. Но, опять же, стоит ли за кейс переплачивать большие деньги, я, к примеру, вообще кейсами не пользуюсь. Я их храню прямо так в ведрах или еще как-то. Ну, тут дело каждого. Следующий момент – это вот такая накладка. То есть, у более дорогих она есть, к примеру, вот в этой модели. Здесь накладки никакой нет. Здесь у самой дешевой модели из Бихуя, во-первых, она пластиковая, во-вторых, тоже накладки никакой нет. Ну, а в более дорогих, естественно, накладки уже имеются. То есть, вполне можно и так их переносить. И это круто. На мой взгляд, вообще, почему я также вот для своего магазина брал еще и вот эти вот присоски, потому что есть вот такая маленькая присоска. И действительно, она очень классная. Она клево лежит в руке. За все время у меня их вообще прям очень много раскупили. Все, кто покупал, всем нравится. В общем, действительно, очень удобно. Плюс ее, что она маленькая, и в отличие от других присосок, она очень быстро накачивается. То есть, если вам нужна скорость и небольшая присоска, и она должна быть вакуумная, то на сегодняшний день это, наверное, самый лучший вариант. Но, к сожалению, вот эти присоски, они не берут текстурную плитку, хотя в описании сам Бихуй нам говорит, что она для текстурной плитки. Но сейчас мы позже это все посмотрим и наглядно проверим. Текстурной особой плитки у меня нету, которая есть. Там слишком большие какие-то цветочки, завитушки. Там вообще ничего не липнет. Ну, а мы в качестве текстурной плитки возьмем пыльную сторону вот этой плитки. Здесь довольно-таки глубокий рисунок, и за текстурную плитку я считаю, что это сгодится. Так, теперь пробежимся по ценам. Я напоминаю, что несмотря на то, что цены скачут, они скачут везде одинаково. Соответственно, всегда понятно, что дешевле, что дороже. На первом месте у нас вакуумная присоска вот эта 4400. Следующая с манометром для текстурной плитки. То есть, ну, вообще для текстурной, значит, и для обычной плитки. У нас идет 4950, то есть всего лишь на 400 рублей дороже. Соответственно, я думаю, что тут даже и не нужно раздумывать. Берем эту присоску и все. Следующая у нас идет BeHui 5640. Самый такой простой вариант у них в пластике. Дальше идет на четвертом месте присоска 6 дюймов 6700. И самая дорогая, то есть такая же присоска, только 8 дюймов, идет 7650. То есть, мы сейчас более, давайте, детально остановимся на этих двух, скажем так, топовых моделях, потому что, ну, есть что действительно сравнить. Во-первых, здесь у нас есть манометр, здесь его нету. Я уже этими присосками сейчас даже, чтобы просто так не говорить. Вот, я уже работаю примерно полгода. Она такая грязненькая, ну, потому что, естественно, я работаю не один, я работаю с Володенькой, и он сегодня будет ее отмывать. То есть, в принципе, я увидел в ней такую особенность, то, что, когда, если она спускает, то помимо того, что мы видим это на экране, также выстреливает флажок. То есть, он резко выстреливает, и ты даже, если не смотришь, ты это услышишь. То есть, это самое классное, что вообще можно было придумать. То есть, на этих присосках будет потихоньку он выезжать, 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 и, то есть, когда мы увидим красное, надо подкачивать. Здесь это, ну, прям мелочь, а очень классная мелочь, потому что помимо зрительного контроля, мы еще получаем контроль звуковой. И это действительно, я считаю, очень важно, тем более, если мы работаем с дорогой плиткой. Так. Теперь, что у нас еще по поводу вот этих присосок. Здесь металл, здесь пластик. Опять же, я, исходя из своего опыта, могу сказать, что мне не важно, пластик это или металл. Пластик даже немножко приятнее в руке, чем этот холодный металл. Но тут, опять же, каждому свое. И самый важный момент, то, что вот, как я сейчас сказал, да, что вот это вот будем считать текстурированной плиткой, на нее вот эти присоски, хоть и написано, что они для текстурированной плитки, не клеятся. Ну, как бы они не должны, я считаю, на обратную сторону клеиться. Не говоря уж о такой, на которой вообще ничто не клеится. Для какого-то небольшого рельефа, да, в принципе, все они подходят, в том числе и вот это, которое не предназначено. Значит, сейчас тогда наглядно я продемонстрирую на примере обратной стороны плитки. Сравним две вот эти присоски. Единственный момент, так как у меня здесь уже конец плиточных работ, вот единственный кусок с такой хорошей фактурой у меня попался. И он слишком маленький для вот этой присоски, потому что она чуть-чуть прям больше, чуть-чуть больше, чем вот эта. То есть, эту я могу сюда смонтировать, а эту не получается. Соответственно, вместо этой мы берем просто маленький размер, а это, по сути, то же самое. В общем, поехали. Итак, в общем, я понимаю, что это не показатель, ну и, сами вы понимаете, как присоски нам не пишут инструкции, что надо заднюю сторону плитки, они должны монтироваться. Но, вот здесь практически нет никакой насечки, но она все-таки присутствует. То есть, без всякого смачивания сначала, да, пробуем. Здесь без проблем у нас, вот можно по флажку видеть, что никаких проблем нету. Это присоска. То есть, да, здесь у нас более уже наглядно, мы видим, что на зеленую зону зашла стрелка, а значит, больше накачивать не нужно. То есть, так же все держится замечательно. Ну, это опять же, это начинаем с самого простого. И подходим, еще раз покажу. То есть, здесь, так как-то у меня здесь, в принципе, вот так видно. То есть, да, хорошо видно, что она прям мелкая текстура. То есть, если бы она была бы не такая бы прям частая, то это, понятное дело, что это было бы проще. А тут за счет того, что и вот здесь какая-то пошла. И здесь плюс, она пыльная. То есть, вот реально пыльная. Я специально ее сейчас не протираю. Пробуем. Шестерка от Бихуй. Я сильно прижимаю. Чтобы вы понимали, я всем своим весом наваливаюсь, а вешу я 72 килограмма. В общем, ничего не выходит. Ну, видите, вот, да, пыль, то есть, осталась. Также тоже у нас вот она не увлажненная. Здесь вот как раз я еще думал, что здесь вот, смотрите, такой скос идет. Вот его хорошо видно. Я боялся, что будет через нее воздух пропускать, но давайте пробовать. Так, центровал, она прямо на краешке лежит. Это мы ничего не смачивали. То есть, она держит. Вот видите, как выстреливает, да? То есть, она уже дает нам прихватиться. Пусть это на пару секунд, но это пыльная плитка и с любой присоской, естественно, необходимо работать с водой. То есть, можно ее несколько, вот видите, да, я попал на такой, на разный рисунок. Можно ее несколько раз попробовать даже смонтировать. У меня получалось так, что она висела в районе, там, не знаю, через 20 минут я просто ее снял, она была в зеленой зоне. Не протирая ничего. Скорее всего, просто подпускает вот там сбоку она. То есть, вот она. Раз, и отстрелила. здесь вот можно наблюдать. Пока она не в красной зоне, мы можем безопасно нести. Что ж, попробуем тогда, значит, протереть, убрать пыль. и так же протрем присоски. Опять хорошо прижимаю всем весом, как говорится. вот видите, да, то есть, слышно, она сразу же прям, ну, пытается она присосаться, но, но никак. То есть, это тоже для, я не говорю, чтобы вы понимали, я не говорю, что это плохая присоска. Просто резина гораздо мягче получается вот на этой присоске, соответственно, которая стоит два раза дешевле. поэтому ой, подождите, я забыл, здесь-то там протер, здесь не протер. Ну, соответственно, кому важна именно текстурная поверхность, плюс важно еще визуально смотреть на показания, то я считаю, что это на сегодняшний день это самый-самый дешевый и по качеству лучший вариант. По крайней мере, из того, что я тестировал. вот она в принципе, хоть она несмотря на то, что отстрелила, вот показания манометра, они не двигаются. то есть сейчас где-то пятьсот двадцать, типа пятьсот двадцать, да? Ну, запомним, что я пятьсот двадцать, и пусть она постоит. Естественно, видео растягивать не буду, пока просто на фоне добавлю, что хочу сказать по присоске. В целом, здесь также вот помимо сейчас возьму коробочку одних. Вот просто сама коробочка. Сейчас у них в старой модели у них этого не было, а здесь появились, я так понимаю, что это запчасти для манометра. Плюс масленка есть, вот такой какой-то ключик. Здесь также есть инструкция, поэтому я попозже совсем тоже ознакомлюсь. Потому что на дно у меня сбился манометр, его надо настроить. Вот. Кстати, вот от этой присоски кейс лучше, лучше, чем у Бихой. У Бихой более простой. Но опять же говорю, я не считаю показателем каким-то, что кейс лучше или хуже. То есть тут я считаю, что это все-таки упаковка и для транспортировки я их не использую. Вот просто для сравнения. Вот Бихой, да, он такой обычный мягенький пластик и тут много ребер жесткости. То есть, конечно же, этот здесь добродник. Вот. Такие дела. Ну и что еще хочется добавить именно по присоскам с манометрами. Вообще это всех видов касается. То есть, обратите внимание, что правильный хват руки у нее именно вот так. То есть, и за этим нужно следить, потому что если мы будем брать ее вот так, то у нас, по крайней мере, у меня и у многих будет упираться кулак, и это не совсем комфортно, поэтому мне они сначала не нравились. Но здесь на самом деле грамотно все продумано, что с этой стороны и все удобно. Поэтому в целом тут надо понимать, нужен вам манометр или нет, и уже это будет главное, что решит ваш выбор. В общем-то все. Как вы видите, так и осталось 620. То есть, действительно, она, получается, держит текстурную плитку и присоска действительно для этой плитки рассчитана. Итак, следующие у нас получаются такие же присоски, скажем так, вариантные, наподобие которые показывал более простые дешевые варианты. но так, ну вот у нас так, это у нас для стяжки углов, это у нас для просто стяжки и выравнивания плитки. То есть, первое отличие, которое нужно понимать. Во-первых, естественно, они стоят дороже, цена их 14530, 14530 рублей. Но здесь, во-первых, мы получаем две вот такие вот присоски, которые можно в принципе снять вот с этих корпусов, и мы получим две рабочие присоски в большом кейсе. Плюс мы получим дополнительный инструмент, который мы можем переоборудовать в нужное нам оборудование. То есть, это уже плюс. Здесь мы эти присоски по отдельности ну, как бы можем использовать, но это будет неудобно, потому что ни ручки, ничего нет. Дальше, опять-таки к этим присоскам возвращаемся. Здесь, как я сказал ранее, приблизительно вот это 40 килограмм одна держит, это держит 110. То есть, понятно, что если какая-то мощная плитка, ну, тут нужна и уже мощная, более мощная конструкция. Плюс, если мы хотим давление на плитку создавать, да, во-первых, вот здесь у нас есть предел 40 килограмм, во-вторых, вот здесь вот сама конструкция, ну, я просто предполагаю, что все-таки это дюраль, скорее всего, то есть она более, скажем так, нежная, хотя мне кажется, что будет достаточно, нужно все тестировать, конечно. Здесь уже, конечно же, все гораздо глобальнее, здесь более все мощное, мощные шпильки, мощные упоры, вот такие вот, то есть, здесь для серьезной большой плитки. Также вот еще сразу покажу, да, то есть, по сути, то же самое. здесь у нас вот такая вот конструкция, ну, и, как вы видите, здесь уже хороший, качественный кейс, то есть, в совокупности, если принять, ну, сделать выводы, то получается, мы имеем две присоски, плюс дополнительные мощные конструкции, и цена получается адекватная. Если бы, конечно, они не снимались, то тут, ну, такой специфический был бы инструмент. То есть, так, принцип работы я уже показывал, соответственно, не тратим на это время, и переходим к последним присоскам, это, конечно же, виброприсоски, которые тоже в последнее время очень популярны, и работа с крупным форматом уже не представляется без них. Виброприсоски, значит, у нас в магазине есть два вида, и вот лично я пользуюсь вот такой, потому что я первую присоску вот эту взял, за счет того, что многие, кто за мной давно наблюдают, они знают, что я брал вот такую похожую, но она в два раза была меньше, купил ее за 5000 на Алиэкспресс, и в итоге это просто получилась игрушка, которую я выкинул, потому что она вообще не давала никакого эффекта практически на плитку, вот, и, соответственно, я тогда в них разочаровался. Но вот именно эти две модели, они где-то вот эта в два раза мощнее, чем та, которую я пробовал, это раза в три, а то, может быть, и больше. в общем, присоска у нас Suabu, или Suabi, не знаю, как правильно, здесь у нас модель следующая, то есть вставляем аккумулятор, и вот здесь производим выбор режима, то есть вот клавиша, первый режим, второй и третий. Самый мощный. В целом, за счет такой конструкции ее удобно реально держать одной рукой, то есть она очень такая эргономичная, плюс кому удобно именно вот зафиксировать флажок и не держать его, то есть зафиксировали и даем вибрацию, это я считаю, что лучший вариант, чем вот этот. Потому что, несмотря на то, что я все-таки работаю этими присосками, мне вот именно в этой модели не нравится вот эта кнопка включения, потому что здесь у нас как бы вот, вот эта педаль мы, то есть монтируем присоску, а нажимать надо как бы боковушкой пальца, что ли, или вот так вот. Как-то, в общем, ну, лично мне это не очень удобно и бывает даже путаешься сам, не знаешь, куда нажать. но здесь, почему именно этими работают, во-первых, она самая мощная, то есть, действительно, там для любой плитки она долбит ее так, что клей вылазит просто моментально, она усаживается хорошо, и плюс здесь есть тонкая настройка, то есть, вот этот тумблер, получается, дает вот такую вибрацию. красиво на мышцы передается. В общем, и в целом, как бы, она такая вот более грузная, то есть на нее реально можно всем весом так надавиться, если это где-то там даже на стене, и давать вибрацию, то есть большей силой. Почему именно это еще? Ну, вот опять же, я сказал, да, что есть вот эта плавная регулировка, то есть, ну, тут реально все просто. Я недавно снимал видео, где показывал, что мы усаживали колонны, на этих колоннах пробовали обычную присоску смонтировать и вверх-вниз ее поднимать для того, чтобы усадить ее. Ничего не получалось, поставили эту присоску, то же самое делали вверх-вниз, но еще с минимальной вибрацией. И клей сразу полез, как вот прям мягкая сметана, то есть прям вжух, буквально секунд 30 и все. То есть, бывает тоже, да, плитка, когда, то есть, когда еще применяется, когда вот эта плитка, она у нас торчит немножко, тоже не обязательно использовать именно вот инструмент, который я показывал, то есть вот эти присоски. И этот инструмент тоже помогает. То есть, мы вибратором дожали плитку, СВП зафиксировали и все, она никуда не денется. То есть, она высохнет, так и останется. Вот. То есть, в целом, естественно, если работа у вас появляется с крупным форматом, конечно же, эти инструменты, ну, становятся просто необходимыми. Потому что они, во-первых, облегчают работу, во-вторых, позволяют вам действительно выполнить качественно. Но, вот опять же, да, вчера мы с моим знакомым рассуждали, а, и на стриме мы тоже, кстати, рассуждали про то, что вот, если взять толстую плитку один сантиметр керамогранит, к примеру, там, двухметровую, ее практически невозможно сжать на углу 45, потому что она полукруглая. Там действительно надо, где-то бывает, и закруглить углы, но, в основном, мы работаем с форматом 120 на 60, и там точно такая же проблема. То есть, там плитку можно стянуть, но это сделать крайне сложно. До этого мы, в принципе, как делали, я, допустим, двумя руками сдавливаю угол со всей силы, помощник сфиксирует скотчем, потом еще раз сдавливаем в несколько этапов, то есть, это, конечно, такое себе мучение, проще работать именно уже с инструментом, который действительно позволяет сделать эту работу быстро и качественно. В общем, друзья, вот такой вот обзор у нас сегодня получился. Я постарался его максимально сделать кратко, ну и в то же время показал все, что относится именно вот к таким инструментам для работы с плиткой. Если вам нравятся такие обзоры, обязательно пишите, что вы хотите еще посмотреть, потому что сейчас много чего интересного появляется для работы с плиткой, с крупным форматом, это всевозможные резаки, столы, переноски. У нас, кстати, все это в магазине уже давным-давно есть, просто сейчас не доходят руки и времени свободного нету, чтобы все это снять. Так что, пишите, будем выбирать время и сделаем для вас такие вот быстрые обзоры. Также хочу напомнить, что весь инструмент, который сегодня я показывал, вы можете купить на моем сайте 9плиток.ру Ну, а с вами был, как всегда, Давыдов Сергей. Всем пока!